Спортивно-зрелищный комплекс Измайлова. Сегодня в этом зале не совсем привычная обстановка. Да, пройдет еще несколько минут, и на сцену выйдут не спортсмены, нет, а участники 27-го Московского городского конкурса парикмахеров и 10-го конкурса декоративной косметики. Выйдут, чтобы показать не только свое мастерство, но и помочь нам быть всегда модными. Ну, а что же участники? Они пока волнуются и ждут. Вот и начало конкурса. Посмотрите, как четко, точно работают мастера. Кажется, что каждое их движение продумано. Да, пожалуй, стать призером не так-то просто. Верев Сергей Анатольевич. Сережа, можно вас называть? Можно. Сережа, я понимаю, что вам... Мне, кстати, и вам некогда, но все-таки скажите, кто были ваши тренеры? Моими тренерами... Вы, конечно, меня извините, я не могу оторваться. Я им, кстати, очень благодарен. Это очень выдающиеся люди. Ну, достаточно того, что я назову просто трех моих кумиров. Это Доларес Кондрашова, которые мне никогда не отказывали в помощи. Марина Немцова. И очень много я брал по технике у Харьковского. Им, конечно, я благодарен, большое спасибо. Это мои тренеры. На что рассчитываете? Только на победу. Конечно, каждый из них рассчитывает сейчас на победу. Но призерами все-таки станут, наверное, и те, кто сумеет мастерство и фантазию соединить воедино. Я думаю, основная задача – это выявить среди нашей большой многочисленной армии парикмахеров сильнейших. Но они потом будут представлять нас дальше, на международной, на всесоюзной, потом в международной арене. Согласитесь, сегодня стать только прекрасным специалистом, пожалуй, мало. Теперь мастер-парикмахер должен быть и интересным собеседником, и чуточку психологом. И тогда наверняка наше настроение после встречи с такими специалистами чаще будет хорошим. А конкурс? Конкурс учит и этому. Субтитры создавал DimaTorzok